В начале прошлого века Игорь Иванович Сикорский, русский ученый, изобретатель, авиаконструктор, создатель первых в мире четырехмоторных самолетов и вертолетов одновинтовой схемы, был вынужден покинуть Россию и эмигрировать в США. Его первым спонсором и инвестором стал выдающийся русский композитор Сергей Рахманинов, который спас его фирму от разорения. Впоследствии фирма Сикорский Аэрокорпорейшн создала десятки типов самолетов и вертолетов для гражданских и военных целей, русские во благо Америки. В не очень далеком 1968 году Арсений Анатольевич Горохов изобрел программирующий прибор – интеллектор, и в течение пяти лет он не мог получить на него авторское свидетельство. По сути, это и был первый в мире персональный компьютер. У него был монитор, системный блок и клавиатуры. Не было только мышки. Арсений Горохов был готов сделать Советский Союз компьютерной супердержавой, а получил всего лишь 50 рублей премии. Ему нужны были 80 тысяч рублей на запуск проекта. Но починовичей воле этого не произошло. В Институте промышленной собственности просто не могли взять толк, что это за прибор. Они не могли поверить, что такое программное устройство можно собрать, и оно будет работать. Через 8 лет Стив Джобс и его школьный друг Стив Возник собрали в гараже свой первый Apple и стали родоначальниками персональных компьютеров. В Америке на их изобретение деньги нашлись очень быстро. Не исключено, что в Джобс и Возник опирались на разработки Горохова, поскольку раньше все изобретения у нас находились в открытом доступе. И западные специалисты тоннами штудировали и с особой тщательностью переводили советские бюрютени и патенты. Все технические журналы того времени и внедряли, и радовались, а мы только смотрели. Отложили в долгий ящик, упустили навсегда. Поэтому история персонального компьютера для США время настоящее, а для России прошедшее. Кстати, модные нынче 3D принтеры тоже изобретены Горохову. Патент от 1979 года. В наши дни гениальный ученый-изобретатель Анатолий Эдуардович Юницкий потратил более 38 лет своей жизни и более 300 миллионов долларов на свое детище. Транспортные системы, основанные на струнных технологиях. По сути, это не просто транспорт будущего, а целая система, охватывающая все стороны нашей жизни. Как модно сейчас говорить, лайфстайл. Это начало новой эры в истории человечества. Это фундамент, который закладывается без привлечения, можно сказать, на века. Не все за это время было гладко. Это период тяжелых, но интересных испытаний, бесконечных тестирований, экспериментов, взлетов и падений. И вот, наконец, подходит логическое завершение. Уже полученные земли ведутся технические работы для постройки тестов сертификационных трасс и эко-технопарков. Даже представить трудно, что будет твориться в мире после выхода на рынок международных отношений. Мировая революция. В хорошем смысле этого слова. Не иначе. Но, как вы понимаете, для всего этого тоже нужны деньги. А по нашей печальной традиции эти технологии никому не нужны. Кроме нас с вами. Неужели мы опять закроем глаза, повернемся спиной и пройдем мимо нашего светлого будущего? Опять подождем, пока это сделают за нас западные дяденьки Толстосума и будут давить нас, как сидоровый вкос? Не знаю, как вам, но мне это очень не хочется. Меня зовут Прокофьев Владимир. И уже более года назад, в марте 2014 года, я стал акционером компании Rial Skyway. В то время даже не было того, что мы имеем сейчас. Все только начиналось воплощаться с бумаги в реальную жизнь. Но у меня и тени сомнений не было, что все получится именно так, как задумано Анатолием Эдуардовичем. И сегодня это доказывается реальными делами. Строятся полигоны, конструкторское бюро работает во всю мощь. И уже совсем скоро побегут паровозики, как их ласково называет моя жена. Не нефть будущей России, а изобретатели. Это слова Арсения Горохова и журнала «Интеллектуальная собственность» от 2003 года. Все чаще вместо чувства гордости приходится применять иронию. Перспективы уплывают. Очень жаль. За свою историю Россия упустила первенство многих изобретений. Воздушный шар, радио, телевидение, кинематограф и многие другие. Давайте остановим этот список вместе с вами. Один человек может многое. Вместе мы сможем все. Конечно же, это не единственная причина, по которой решил инвестировать компанию Skyway. Не будем ханджами прикидываться, что нас не интересует материальная сторона вопроса. Как говорится, деньги не главное в жизни, но без них никуда. Мы все хотим жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Это классика. Давайте приблизимся к реальности. Вот что сказал Поль Гитти, один из первых в истории долларов-миллиардеров уже более 30 лет назад. Никогда не было больше возможностей для успеха, нежели сегодня. Быстрый рост технологий, а также разнообразных товаров и услуг, доступных в настоящее время, открывают возможности, которые мы сегодня даже не можем вообразить. Никогда не было более подходящего периода, чтобы делать деньги. Времена больших перемен приносят большие возможности, а нынче как раз времена больших перемен. Вы только представьте, что бы он сказал сегодня. А если бы он узнал о технологиях Skyway? Сегодня мир меняется еще быстрее. Мы не успеваем за всем уследить. Миром правят технологии. Успеть попасть в струю возрождающейся индустрии – это означает обеспечить свое будущее и будущее своих детей на очень и очень долгие годы. Сегодня мы одной ногой уже стоим на пороге нового, неведомого раннего бизнеса в истории цивилизации. Сейчас в двух словах нельзя описать и рассказать о тех невероятных возможностях, которые открываются перед нами. И это не домыслы и сказки. Все доказывается историей. А с ней не поспоришь. Поднимите руки, кто лет 20-25 назад слышал об Apple. И я не слышал. А теперь кто не слышал об этой компании сегодня. Эти покусанные яблоки разбросаны по всему миру, по всей планете. Ее первоначальная акция стоила около 8 долларов. Сегодня она стоит несколько миллионов. Таких примеров много. Это не единственная история, которая начинала всего лишь с великой идеи. Пусть даже и слегка безумной. Тысячелетний опыт цивилизации показывает и доказывает, что фантастика всегда становится реальностью. Нужно только чуть-чуть времени. А чем мы с вами хуже? Сегодня Анатолий Эдуардович создал технологию и компанию, с которой начинается новая эпоха развития человечества. Эпоха экологически чистого и безопасного мира, идеального для проживания. Такого, каким и спланированного его создателя. Эйпл здесь и рядом не стоит. А насколько быстро мы туда войдем, зависит в первую очередь от нас с вами. Все это великолепие создано для людей. И владельцами этой грандиозной технологии будет не один человек, а мы с вами. Простые люди, которые поверили в мечту. А вы готовы стать совладельцем кусочка великой идеи, которая перевернет мир? Ведь важно не наследить, а оставить след в истории, чтобы через несколько лет с гордостью сказать своим потомкам. Это и моя корпорация тоже. К примеру, в Майкрософт все сотрудники компании уже давно миллионеры, но они и по сей день продолжают работать во благо фирмы и радуют нас своими продуктами. «Вам нравится Алиса в стране чудес» Карла Льюиса. Помните ее встречу с чеширским котом? «Уважаемый кот, скажите, пожалуйста, куда мне идти?» Спросила Алиса. «А куда ты хочешь попасть?» Ответил кот. «Мне все равно», сказала Алиса. «Тогда все равно, куда я идти», заметил философский кот. «Только бы куда-нибудь попасть», пояснила Алиса. «Куда-нибудь ты обязательно попадешь», сказала усмехаясь кот. «Только нужно достаточно долго идти». Анатолий Эдуардович знает точное направление пути, и поэтому я иду вместе с ним. И я уверен, что компания будет заботиться о своих инвесторах, которые поверили в нее и вдохнули жизнь. С точки зрения физики, деньги – это тоже энергия, причем довольно неслабая. Давайте посмотрим, как эта энергия может проявляться. Допустим, вы принесли деньги в банк по 10% годовых. Часть пойдет на зарплату топ-менеджеров, часть неизвестно куда, часть отдадут по 20% в следующем за вами. Результат. Вы теряете деньги, поскольку инфляции больше процентов, люди попадают в денежную кабалу и зависимость от банка. Какая тут может быть энергия? Только отрицательная. А вот когда будут построены на ваши деньги миллионы километров дорог, расцветут тысячи эко-городов, в том числе и в пустыне, миллиарды людей по всей планете будут пользоваться всеми этими благами – вот это уже энергия. Да еще какая! Конечно, вы скажете, что бизнес – это риск. Да, но смотря какой бизнес. Все мы видим в бесконечных магазинах бесконечные скидки. 20, 30, 50%. Вы думаете, продавцы заботятся о нас с вами? Естественно, нет. Это означает, что товар никому не нужен. Производители завалили рынок и продолжают наращивать объемы производства. А оно нам надо? Мы что, хотим больше в два раза есть или одежду менять каждый час? Но как бы там ни было, скидки все же хорошо для нас, как потребителей. А с точки зрения бизнеса – это плохо. Конкуренция огромная в любой нише. А есть ли конкуренты у Skyway? Да, есть железные дороги, автомобильные трассы, воздушный транспорт и так далее. Глубинная почта, наконец. Но могут ли они существовать и работать в условиях вечной мерзлоты и вечно жарких пустынь? Да еще при этом под трассами не уничтожать все живое, а наоборот созидать. При этом стоят десятки раз дешевле, выдавать огромную скорость и быть абсолютно безопасными. Конечно же нет, нет и нет. Если найдете такую, можете бросить в меня камень. Один из президентов Америки, Калвин Кулич, как-то сказал. Ничто на свете не заменит упорство. Талант не заменит его. Мир полон талантливых неудачников. Гений не заменит его. Непризнанный гений стал окрылатым выражением. Образование не заменит его. В мире множество образованных изгоев. Лишь упорство и настойчивость всемогущие. В Юницком все эти качества – талант, гениальность, образованность – соединены воедино и отполированы, как драгоценный алмаз, упорством и настойчивостью. Потому что на протяжении уже более 38 лет он ни на йоту не отстранился от своей цели, от своей великой мечты, сегодня доведя ее до совершенства. Питер Трукер, известный публицист, экономист, консультант в сфере бизнеса, заметил. На организациях лежит ответственность за то, чтобы найти такой подход к основным социальным проблемам, который может отвечать в сфере их компетенции. Анатолий Эдуардович, этот подход нашел. А вы уверены, что можете ответить в сфере своей компетенции? Вы уверены, что на рынке труда через 5-10 лет ваша профессия будет востребована? В правильном ли русле течет река вашей жизни? И у вас уже сейчас создана личная финансовая подушка? Если вы на все эти вопросы ответили «да», вы счастливчик. И вам можно только позавидовать. В ином случае стоит задуматься и что-то изменить в нынешнем положении. Помните? Отложили в долгий ящик, потеряли навсегда. В небольшом видео невозможно все описать и рассказать. Поэтому подключайтесь, узнавайте о новостях компании, становитесь партнером и совладельцем передовой технологии будущего. Присоединяйтесь к процветанию. Миссия выполнима. Если увидите на дороге такую машину, знайте, что это я. И я уже сейчас горжусь, что стал частицей этой великой идеи, которая изменит мир. А это на сегодняшний день количество моих акций, которые ой как сильно греют мне душу. Эйнштейн сказал, мы стоим на пороге новой эры, и вы можете стать ее полноценной частью. Вы только представьте, какой цунами накроет всю нашу планету после запуска проекта. Все только начинается, и я сделал свой выбор. А где будете вы? Удачи вам, здоровья и процветания! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok